Всех приветствую, ребята. Итак, давайте уже отправимся скорее на эту заставу, узнаем, что нам нужно, чтобы пройти её. У нас там куча квестов. Знаете, он здесь за главного, пока Ремедиус в отъезде. Эй, лентяй, открывайте ворота. Так, ну это было быстро. Еще что-нибудь скажешь? Что, важного из себя строят? Видал таких? Бить его надо плетьми. Меня прислали сюда из штаба гвардии, слышите? У вас будут большие неприятности. Слыхал? Он нам угрожает. Может, отделаем его по-тихому, пока маги не видят? Только попробуйте. Я буду жаловаться Горацию. А что мне твой Гораций? Я наемник, а не рыцарь. Сиди тихо, работяга. И скажи спасибо, что еще жив. Молю! Вы следуете в мага-факторию! Что, если так? Прошу вас, прошу, ну хоть вы выслушайте. Там в мага-фактории остался мой помощник. Его надо разыскать. Почему именно его? В мага-фактории много кто остался? Объясняю. Я мастер по големам. Меня отправили в Королевскую Гвардию с новыми големами. Но я забыл табулу Тинцидунции. И големы не ожили. Тинцидунции. Какое слово? В общем, табула хранилась у моего помощника, который остался на Монпатри. Нужно поискать его. Может, он записки какие оставил. Нужно узнать, что случилось с табулой. Куда она пропала, понимаете? Иначе гвардия так и не получит своих сторожевых големов. Понимаете? После катастрофы легат Гораций меня приютил и никому не выдал. Ни чинушам, ни вот этим вот. Никому. Я не могу подвезти его. Не могу. Никак. Прошу вас, найдите моего помощника. Он должен был спрятать табулу. Но где? Ух, название толкуеста еще сложное такое. Табулу Тинцидунции. Господи. Так. Ну, здесь что-то особо, ничего такого нету. Призыв возьму. Каменного элементаля призывать. Ух. Можно изучить. Или огненного элементаля. Позовите начальника заставы. Ну, давай потолкаемся. Вот наглая варенка. Ну, через забор лезь. Угу. Собственно, вот они. Ух ты. Гаргулья. Ну, я, очевидно, только одну гаргулью могу взять. Не требует она аж, косарь. Ну, вот эти 760 требует. Хотя, может, я аж две могу гаргульи взять. 32 дефенс. Ну, атака маленькая, конечно. Зато вот он на ногу аж пятерку дает. Когда вот эти все там еле-еле тащатся. Ну, это, короче, аналог птичек. Только четвертого уровня. Сейчас я чуть-чуть приберусь у нас. Хм. Однако, две целых можно взять. Давайте попробуем. Походим с этими товарищами. Поглядим, что из этого получится. Позовите начальника заставы. Ну, нахуй, говорю. Так, ничего нету здесь полезного. Ой. Сколько мы использовали за сегодня? 7530 единиц маны. Три духа света исчерпаны. Слишком много. Пишите в журнал на завтра. Заменить печать авиалия на ключ сарпадоса. Приоритет высший. Записываю. Если бы только наши алхимики не ленились. Алхимики работают круглосуточно. Как и мы. Столько усилий и все впустую. Что вы сказали? Ничего. Вам послышалось. Проведите учет оставшегося и доложите. Будет сделано. Это займет некоторое время. Я подожду. Так, с тобой мы сейчас поговорим. Сколько мы использовали за сегодня? 7000. Не толкайся, а то как толкну. Телегу поставили. Пишите в журнал на завтра. Заменить печать авиалия. Луч сарпадоса. Приоритет... Если бы только нашел. Вы Кандор? Да, это я. А вы тот порученец принца. Тот, кто поймал Адура и заставил его говорить. И теперь, конечно же, желает попасть в магафакторию Монпатри. Желаю? Мне приказали найти выживших на этой проклятой магафактории. Вы там хоть кого-нибудь видели? Никого. Нам запрещены любые исследования. Даже с помощью големов. Архимаг запретил нам все, кроме карантина. Только и остается, что жечь ману на очищающие заклятия и оградительные чары. Бессмысленная трата сил и времени. Это все, что ты можешь мне сказать? Конечно, нет. Магистр Ремедиус хочет увидеться с вами. Без лишних свидетелей. Сейчас я создам вам портал. Портал? Без лишних свидетелей? Что-то мне это не нравится. За кого вы нас принимаете? За адептов тьмы? Идите. Интересно. Ну, погнали. Что-нибудь еще скажешь? Идите в портал. Ремедиус вас ждет. Ремедиус вас ждет. Субтитры делал DimaTorzok Принц отправил вас в магофакторию искать живых свидетелей, верно? Значит, вы обо всем в курсе? И о приказе принца, и о причинах катастрофы? Что теперь? Снимите карантин? У ордена магов есть причины, чтобы удерживать карантин даже в том случае, если сам король повелит его снять. Но, допустим, для вас мы готовы сделать исключение. Остается решить только один вопрос. И какой? Вопрос доверия. Может ли орден магов доверять вам? Мы не знаем, на кого еще вы работаете и какие цели преследуете. Магофактория — хранилище наших секретов. К сожалению, часть из них уже попала в чужие руки. Верните их. Тогда вопрос доверия будет решен. Какие именно секреты? Я бы хотела знать подробности. Подробности вам расскажет Кандор. Идите, портал вернет вас на составу. Так, и что куда? 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 Значит, ты работник магофактории. Старший мастер Дидье. Ушел с первой партии в штаб-гвардии. Вернулся с поручением легата Горация. Должен найти табулу, чтобы... Хватит. Что ты здесь делаешь? Я же сказал, меня отправили за табулы. Сколько раз нужно повторить. Как он здесь оказался? Да вон, пытался через ограду по камням перелезть. Ночью полез. Думал, мы спим. Ну, а что... А что мне еще оставалось делать? Меня же не пускали. Ремедиус с тобой разберется. Следите за ним. Мы с Ремедиусом обсудили вашу проблему. Я хочу узнать, что пропало. Вы видели разграбленный обоз на мосту? Как вы понимаете, там были вовсе не инструменты для крестьян и мечи для стражи. Кое-что ценное из этого обоза пропало. И мы бы очень хотели это вернуть. Кое-что ценное? А если я спрошу, кого вы подозреваете в хищении, то вы ответите, кого-то вороватого? Есть вещи, которые мы не хотим раскрывать раньше срока. Найдите тех, кто разграбил этот обоз, и тогда... Да, стражевые големы там были. Вот, вот, вот что. Если искать их где-то, то в Ветреном порту. Местные могут что-то знать, я слово даю. Тамошние артизанцы постоянно воруют что-то у магов. Понимаете, то из магофактории, то из башни, да. А иногда и самих магов воруют, представляете? Да как вы смеете? За разглашение секретов Ордена я отправлю вас под трибунал. А... а так и смею. Только попробуйте. Я теперь служу Королевской гвардии, а не вам. Легат Гораций меня в обиду не даст, между прочим. Думаю, я здесь уже лишняя. Счастливо оставаться, господа. Доминик что-то знает. Если помогу ему, смогу узнать про големов для Ремедиуса. Идите в Ветреный порт. Мне больше нечего добавить. Опять туда даём её. Прошу вас, ну найдите моего помощника. Он должен был спрятать Табу. Но где? Где? Окей, идём. Я тебе помогла. Теперь твой черёд. О, наверное, вы желаете достать немного элирских цыплят? Груз прибудет через недельку. Нет. Меня волнуют артизанцы, а также похищенные големы. Хоть цыплята и деликатес, но этот вопрос ещё деликатнее. Големы здесь, в порту? Послушай, я Доминик. Простой и честный торговец. Ткани, мечи, шлемы. Немного роскоши для марцельских прилавков. Какие ещё? Хватит, Доминик. К делу. Ха. Они хранят их в ящиках. Прямо тут. В порту. Под заклятием невидимости. Скоро прибудет корабль. Их будут грузить. Из порта всех выгонят, но... Можно ведь спрятаться. Ты оправдал мои надежды. Осталось рассказать, где я могу спрятаться. Грот на берегу, если идти на юг. Все боятся туда ходить, но там пусто. Его не проверят. Стоит подготовиться перед тем, как прятаться в гроте. Я хочу навести справки кое о чём. Полагаю, речь о чём-то серьёзном. Торговая операция? Скорее, операция похищения. Говорят, артизанцы украли что-то у магов и спрятались здесь, в порту. О, какие слова. Какие слова. Такие слова нельзя говорить и слушать. Во всяком случае, пока мы не наладим с вами взаимовыгодное сотрудничество. Понятно, понятно всё. Так. То есть, если выполнять через карантин, спрятаться в гроте, там будет бой. Видимо. Что-то у меня столько квестов накопилось. Найти древнее подземелье. Это вообще где? О, это далеко. Ну-ка. Вот это. Опа. Да ладно. Квест без метки. Ничего себе. Ну, вот этот тоже без метки. Поэтому тут как бы чему удивляться. Так. Раз, два, три. Действование порицателя точно есть. Подземелья лисы только что посмотрели. Табула есть. Девушка принц точно есть. Отправиться на кладбище. Ну-ка, там же. Угу. Угу. А это здесь, очевидно. Ну, понятно. То есть, у нас только квесты на всякие поиски книжек находятся в подвешенном состоянии. Ну, посмотрим, что нам здесь за бой попытаются подсунуть. И уже от этого плясать будем. Корабль пришел, так как говорили. Дождались. Пойдем посмотрим, что там за контрабанда. Вмешаться в погрузку. Ну, а что мне мешает просто сейчас уйти? С квестом же ничего не произойдет. Просто взять и ливнуть там по другим делам. Ну, формально сейчас у меня выбора не особо много. У меня либо этот квест, либо там бой с наемниками. Да, не пускают же. Там эти... Артизанцы. Да? Вообще по херу. Давайте, шевелитесь. Чего ты копаешься? Ага, вот с кем мне придется стараться. Понятно. Точно все ящики? Ой. Какая неожиданная встреча. Пойман из поличным на краже магических секретов королевства. Да и кем? Личным порученцем принца Адриана. Но будь я на вашем месте, то постарался бы не торопиться и посмотреть на эту неловкую ситуацию шире. Что вы имеете в виду? Эти так называемые сторожевые големы, за которыми вы явились. Это молот, которым Клавдий намеревался сокрушить свободу Артизании. Разве Артизания не заслуживает того, чтобы быть готовой к этому нападению? Разве мы не имеем права знать, какие бедствия нас ожидают? Поймите, мы можем спорить до бесконечности. Но Артизания не отдаст этих сторожевых големов. А вы... А у меня нет выбора. Я должна попасть в магофакторию, Дамьен. Верну големов магам, они меня пропустят. У вас есть выбор. Вы можете устроить кровопролитие и вернуть магам их оружие. Либо вы закройте глаза на наше скромное хищение, и мы подскажем вам, как попасть в магофакторию, минуя карантинные заставы и магов с их лицемерием. Но как по рукам? Я что, пала так низко? Ну уж нет. Интересное кино. А что значит взять? Ага. Вот что значит взять. Это значит, что на меня нападут. Приходите с табулой. Ваши награды будут ждать вас. Ага. Интересно, интересно. Ну я прям такого до безобразия законопослушного мага отыгрываю. Ну как отыгрываю? Типа. Просто выбираю все, что меня тянет в конкретную сторону развития. Да, то есть либо порядок, либо искусность. Все остальное меня как бы мало волнует. Ну тут, казалось бы, всего 15 очков же надо. А, это на изучение 15. Я думал, типа здесь 15. Да, это много. Ощутимо много. Ну что ж, давайте им наваляем. Посмотрим вообще, насколько они сильны. Так, зажать, согласиться, говорить нет. Это мое. Серьезные ребята у них тут есть. Серьезные. Ничего не скажешь. Так вот. Ну, он послабее меня будет. Он такой средненький. У него военное дело побольше во всем остальном том. Прямо ощутимо слабее меня. Странная, кстати, расстановка. Учитывая, что я нападаю отсюда, а его вообще сместила сюда. Было бы логично, если бы он стоял здесь, а я где-нибудь вот тут. Ну да ладно. Ну, на этой территории мы уже бились. Мы, примерно, даже представляем, что здесь надо делать. Так что мы перетусуемся в привычный нам порядок. Вот. И будет нам счастье. Так. Так, так, так. Так. Что первый ходит, ходим первым мы. Это хорошо. Потом вторыми ходят дружинники. А, нет. Потом грифоны ходят. Я думаю, через курицу может поиграть мне снова. Тактика рабочая. Этих мы выпилим. Ну, да, тут неприятные товарищи этого. Ну, это ладно, это... Такое себе. Вот эти вот... Сюда, сюда. Ну, они, скорее всего, первый ход потратят на то, чтобы усиление раздать. Вряд ли они меня бить будут, так что. Ага. А этих-то нельзя. Ну, понятно. Так, стоп. Во. Дойдут. Дострелят. Долетят. Еще раз. Да, дойдут. Ну, давай так. Все-таки тыкнем их разик. На глике все четыре дни. Хорошо. Подбежали, тыкнули, убежали. Сейчас будет долгая череда ходов этих товарищей. Ага. Они, скорее всего, сделали примерно то же самое. И забирают у меня одну горгулью. А, нет. Нет. Вот. Эти потратили ход на усиление брони. Оу. Эти так же умеют. А, нет. Это эти сходили все-таки. Ну, ладно. В принципе. Ничего страшного. Не буду пока эту штуку тратить. Я там еще и медведей призову. Так, там один голем прям при смерти. Смертельный. Делаем минус грифон. Так, ну и встаем сюда, чтобы арбалетчиков мне не покоцать. Где эти твари запросто сюда могут перелететь? Что тоже не очень-то хорошо. Так. Ну и встаем сюда, чтобы арбалетчиков мне не покоцать. Сходили, сходили, сходили. Понятненько, ясненько. Ну, эти что так, что так до меня дойдут. Так. Кого я еще курицами готов сделать? А, но с одной стороны они меня больше не ударят. А вот обезопасить себя я могу уже сейчас. Вот так вот. Так, зона контроля. Ты что, на этих хочешь напасть? Вот такой глупый ход. Но одного он мне все-таки забрал, конечно. Блин, андон, в принципе, в принципе, этим мы всечь можем. Ну да ладно. На них тратят ход на лечение. Ничего страшного. Ничего страшного. хорошо троих сносим последний ход у них да тогда делаем следующее делаем вот это все теперь я вас больше не боюсь но я сейчас снова превращу следующим ходом буквально опа 243 усиление брони внимательный не очень хорошо опа еще давай мы немножко глупо делаем потому что у них там усиление брони а мы как не знаю как в калитку дураки долбимся но этих тоже 49 а этих аж 70 ничего себе 70 49 ну логичнее было да в големов долбиться с одной стороны мы этих неплохо сберегли вам обратно в куриц пора насыщение магии ну ладно так но этих от физ атаки защита не особо-то хилит никого не надо поэтому давай атаковать два лично насыщение магия у них забрал так последний ход действует да и эти последнее лечение потратили так следующим ходом они станут нормальными уже так и Продолжение следует... Чуть-чуть осталось. Добивайте. В открытую встанем, да? Так, эти не скоро сходят. Не совсем, как бы, нам полезный ход, но ладно. О-о-о! 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 Так, примите свою истинную форму. О-о-о! О-о-о! Так, блин, это зараза ходит следующее. Неловко вышло. Добивай Не хватит на призыв медведей? Двадцать шесть надо, но на призыв големов хватит. Они там толпой порешают. Ух бля, вот это бля. Пока так. Так. И вот этим товарищам полегче будет. Живи, живи, живи. Ухм. 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 Живи, живи, живи. Ухм. 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 Все А нет Вот теперь все Ух ты Да, на этот раз мы на восстановление потратили больше, чем заработали Прямо такое себе, конечно Жанет, можешь вздохнуть с облегчением Автор письма мертв Слава создателю То есть я хотела сказать, жаль, что так вышло Я уже даже не помню, о ком речь Ну да ладно Так, сопротивление В начале боя применяют заклинание магические вихры третьего ранга Это хорошо Это мы носим Давайте торганем тут по фасту Не сильно много наторговали Так, перчатки адепта уходят в зрительный зал А у меня есть еще что-нибудь от архимага Да, посох архимага есть Ну, такое, конечно Я тут и стазис получаю одновременно И магический вихрь третьего ранга И другого-то у меня больше ничего и нету из этого сета Опять же вопрос, как работает это Ну, то есть работает ли оно, когда у меня не фулл сет Да вроде должно Потому что же вот А, это вот оно Не сетовое Так что да, перчи могут запросто и не работать Отдельно А я свои продал Ну ладно Уровень мне не насыпали, нет А сколько до следующего О, это кропаль Мы сейчас получим его Так что Сдаем квест Получаем уровень Радуемся Ждете? А я привезла вам кое-что Кое-что Это наши сторожевые големы? Именно они Пришлось разогнать свору артизанских наемников, чтобы добыть их Но Вот и они В целости и сохранности Орден магов доволен? Девятая стихия Эти артизанские змеи едва нас не обокрали Вы не представляете, что они могли с ними сделать По всей видимости, вам можно доверять Насколько это возможно в наше время Магафактория для меня открыта? Идите по мосту к воротам Я сниму чары, как только вы приблизитесь на достаточное расстояние О, маска исцелителя Вербовщик Ивин получил новых бойцов Ладно, некий там вербовщик Посрать, не суть Мне важно закрыть этот квест просто Чтобы экспу получить Ага, тельягу откатили такие Ай-яй-яй Ничего не пропустили Ведомости магафактории Выпуск первый В этом месяце наша славная магафактория По личной просьбе горячо любимого принца Адриана Осваивает выпуск новейших магических изделий Так, в стеклодувном цехе Из заговоренного кварца Были изготовлены шесть сверхбольших кувшинов для маны Это было бы решительно невозможно Если бы не неоценимая помощь мастера Нормана из кузнечного цеха Который лично выковал державки и прихваты для производства этих кувшинов А супруга Нормана Линса украсила кувшины диковинными узорами Изображающими сцены из охотничьей жизни батюшки ныне здравствующего монарха За это достижение наша магафактория получила королевский подарок В виде трех бочек отменного портвейна из королевских погребов Здравствует наша магафактория и ее мастера Так, а в какой момент у меня квест выполнится? Попасть в магафакторию? Где-то там, отлично Все, выполнился квест у меня Посмотреть магафакторию? Нет, ничего подобного Поэтому да, магафакторию мы точно сейчас изучать не будем Мне надо вот в этом месте дорешить там все дела делюганские А потом уже там всей этой историей с магафакторией заниматься Вот Так что на этом я предлагаю нам с вами закончить Продолжить, конечно же, уже следующей серии В которой там попытаемся с огромными потерями Че-то там сделать Вот, потому что, очевидно, наемников там этих всех нам будет трудновато побеждать Меценат Филантроп, да, наемников Дюпона мы там будем опрокидывать Благодарю за просмотр, всем пока Продолжение следует... Продолжение следует...